Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем делать обзор на новую версию Пиксельмона. Да ребята, совсем недавно, можно даже сказать вчера или позавчера, вышла новая версия Пиксельмона, а точнее 4.0.8. Кто не знает, то сезон у нас на 4.0.7, то есть на одну десятую версии больше. А я сразу же вам скажу, то что версия не очень большая, да, то есть много всяких изменений там конечно нету, но все же, все же разработчики Пиксельмона хотя бы начинают уже менять текстурки старым покемоном. И в этой версии, ребята, мы рассмотрим 5 покемонов, да что так лагает у меня, вот эти, 5 покемонов, которым поменяли текстурки, которые прям стали выглядеть как уже, ну, как уже настоящие покемоны, а не как квадратная какашка. И в принципе даже почти, ну, все покемоны мне нравятся, вот я посмотрел текстурки, они прям офигенные. Также мы посмотрим, на принципе, вы сейчас уже даже, ребята, можете видеть то, что к деревням добавили спаун вот этих построек из самого Пиксельмона. Сейчас вы можете найти тут людей, которые будут вам изучать умения на покемонов и также переизучать умения, которые вы случайно удалили. Но это мы рассматривали уже в предыдущих версиях. То есть сейчас вот эти построечки также будут спавниться в деревнях. Так, разработчики Пиксельмона это называют города, да, то есть полноценные там города, то что, мол, вот эти постройки будут дополнять обычные ванильные деревни с Пиксельмона. Но, ребята, давайте перед тем, как я вам покажу, каких покемонов все-таки изменили и мы просто полюбуемся на них, я бы очень хотел попросить вас поставить лайк. Ведь если мы наберем тысячу лайков, то, ну, в первую очередь я всегда буду очень сильно рад. Ребят, я для вас стараюсь, делаю серии, поэтому постарайтесь хотя бы чуть-чуть для меня поставить лайк. Вы просто не представляете, как меня это делает счастливым. Поэтому, ребята, тысячу лайков, Эдисон будет счастлив. И, ну, просто-напросто я увижу то, что вам нравится видео и буду выпускать их еще намного чаще. Также не забываем оставлять комментарии, ведь я отвечаю на вопрос своих подписчиков и общаюсь. Если кто не верит, то можешь попробовать оставить свое сообщение. И последнее, ребята, не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью подписчиков. Поэтому я тебя прям хочу попросить подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем... Нет, пока что еще не приступаем. Сейчас, ну, просто в дождь я сто процентов не буду показывать покемонов, потому что фиг мы там что-то увидим. А, каких же покемонов изменили, ребята? Изменили пять покемонов. Пипинсир! Мой, я не знаю, ну, кого-кого, ну, Пипинсира я прям очень долго ждал. Он мне не нравится, как покемон, да, что он, мол, там, стильный. Но он мне просто нравится своей внешностью, да, и, ну, я его называю Пипинсир. Он хоть, хоть, хоть он и Пинсир, но я его называю Пипинсир. Текстурка у него очень красивая. Давайте, в принципе, его посмотрим сразу же. Пинсир! Вот он, ребята, Пипинсир! Ну, он реально очень крутой. Сейчас он уже прям как человек нормальный выглядит, ну, я образно. Они прям какой-то квадратный. Если сравнить этого и сравнить Пинсира с предыдущей версией, то это прям небо и земля. Сейчас он мне, ну, 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 очень сильно нравится. Давайте мы возьмем его, ааа, его Шайни версию. Ну, вот твою мать, ааа, сейчас, я просто, ай, ай, это сюда, это сюда. Да, стой ты, паскудина, на месте. Во, наконец-то, справился. Давайте посмотрим, это его обычная версия, а это его Шайни версия. Ну, такой просто цвет с коричневого на фиолетовый поменялся. Но текстурка прям, ааа, мамма миа, капучино пиззерия, я не знаю, она мне, если честно, очень сильно нравится. Поэтому, ребята, я очень даже рад то, что Пинсира поменяли. Потому что сейчас, когда мы будем блуждать лесом и джунглями, мы не будем видеть квадратную какашку. Будем видеть, ну, прям уже, наконец-то, нормального покемона. Но это, ребят, танцующий компьютер, мля-ля-ля, я не знаю, что ему там в голову сбрело, но все же, давайте, давайте, мы их обратно засунем. Засунем и выложим Пинсира. Дальше, кто у нас идет дальше, ребята? Дальше у нас идет Матимус Сайтер, я не знаю. Это один тоже с моих любимых покемонов. У него была реально какашечная текстурка, сейчас она прям офигенная. Сейчас она, ребята, офигенная. Стоять. Это, мне кажется, даже обычный Сайтер намного красивее, чем Шайни Сайтер. Потому что, да что нахрен с этим компьютером наркоманским творится? То, что обычный Сайтер, он намного такой ярче. А вот этот, ну, короче, этот стирается лаской, у него природный цвет, а вот этот каким-то дешевым порошочками. Ну, и он выцвел, да, ребят? Он уже не зелененький, а уже более белым таким стал. Ох, какие глазки красивые, я прям влюбился нафиг. Ну, все же, ребята, как вы знаете, в своем сезоне Пиксельмон я уже давно планирую следующим покемоном, да, может, не следующим, а следующим, следующим покемоном в нашу команду взять капитаном Сайзора, да? То есть, следующую эволюцию Сайтера. И у меня будет еще больше, ха-ха, ну, я буду еще больше рад держать этого покемона в своей команде, потому что он реально даже очень и очень красивый стал, да, ребята? Наркоманский компьютер, вашу мать! Но все же мы выкладываем обратно Сайтера. Следующий покемон, это Электобас. Он тоже прям божественным стал, он очень, ребята, не заболел. Ну, ладно, раз я уже взял Генгара, значит, давайте посмотрим Генгара. Какой же Генгар? Ну, прям офигенный. Это, это, ребят, это пик, это вообще Майнкрафт? Что это такое? Это Майнкрафт, посмотрите на его текстурку. Это Майнкрафт? Это офигеть просто, а не Майнкрафт. Ну, кто-кто, я не знаю, ребят, я не скажу, что с этих пяти покемонов, которых поменяли, мне кто-то нравится больше, кто-то нравится меньше. Они все офигенные, вот разработчики Пиксельмона реально очень сильно постарались. Ну, это офигеть как. И, как обычно, мне кажется, обычный Генгар даже красивее, чем Шайни Генгар. Это та же ситуация, что и с Сайтером. Да, один стирается классным, ласкаль, а другой стирается, я не знаю, там, дешевым порошочком, и он тоже уже начал выцветать. Но, офигеть, вот эти их текстурки, это прям офигенные, ребят. Вот с пяти покемонов мне пять текстурок очень сильно нравятся. Вот реально, разработчики прям... Вот с этим обновлением покемонов, текстурок, вы прям офигеть как постарались, честное слово. Ху, давайте вот этого засунем обратно и посмотрим Электобаза. Ручки спрячь, мудила, не порть мне серию. Это у него такая текстурка? Да! А, нет, это он фриз. А, это он... Это он был заморожен. А, ну все же, ребят, этот компьютер... Вот реально, очень, ребята, круто. Мне кажется, если бы он был еще больше, то было бы еще намного круче. Давайте посмотрим. Ну вот он реально очень тоже даже прикольным. То есть видно, что текстурка тоже очень сильно поменялась. Сейчас у него вообще ничего квадратного нет. Если раньше он был полностью квадратным, то сейчас это уже прям полноценный... Ни хрена себе полетел. То это уже полноценный нормальный покемон, который прям тоже будет очень сильно радовать. Ну, на взгляд, да. То есть уже не будет квадратным. А уже как, в принципе, со всеми другими покемонами, которые поменялись в этой версии. А уже будет реально очень радовать глаз. Но, ребята, мы обратно их засовываем в Покебол. И последний покемон, это, ребята, Арбок. Да, многие тоже ждали Арбука, потому что... Ну, многие ждут... Многие тоже... Я не скажу, что Арбок это прям суперский покемон, но он даже с того же первого сезона покемонов аниме, да. И, в принципе, все знают, кто такой Арбок, да, с команды R. Поэтому он реально тоже крутой, ребята. Вот он реально тоже крутой. Ну, мне просто не верится, что в Майнкрафте может такое быть. Ну, посмотрите. Ни одной квадратной текстурки. Это прям офигеть, ребята. А давайте посмотрим на Шайни. А Шайни... Вот Шайни, вот обычный. Очень... Ребят, я не могу сказать, кто мне больше нравится. Потому что все вот эти пять покемонов, которые поменялись, мне очень сильно нравятся. Ребят, я не знаю, но это круто. Вот, вот, у меня сейчас еще больше даже будет желание играть в то же Pixelmon, когда я вижу, что разработчики... Да вашу, да. Когда я вижу то, что разработчики реально стараются. Ну, вот это реально, ребята, очень даже круто. Потому что они... Видно, что они стараются, да, все же. Поэтому, ребята, это не может не радовать. Охренеть этот... Во! Во! О, прям картинка офигенная какая-то. Ребят, я даже скрин сейчас сделаю. Я сейчас даже скрин сделаю. Вот так. И в группу засуну. Просто это... Я удалю этот нахрен наркоманский компьютер. Вот так. Вот, вот. Вот прям реально, как будто Сайтер на нас летит. И сейчас... Давайте я еще... Вот, вот, вот. Вот так. Чтобы на заднем плане там тоже что-то появилось. Видите, там все прогружается. А мы пока, ребята, поговорим. Я очень рад, еще раз повторюсь, то, что все-таки разработчики взялись за вот это дело. Это не может не радовать. Но также хотелось бы верить в то, что они не перестанут менять текстурки. Потому что, хоть они и поменяли этим пятем покемоном текстурки, не забываем то, что даже еще с первой генерации и вот это... А еще есть очень много покемонов, которых какашечные текстурки. Сейчас, если вспоминать, ребята, я не вспомню. Но тот же Слоу Броша, тот же Краби, Кинглер. Кто там еще есть? Еще, в принципе... Вот, 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 что самое главное. В жопу этих Краби, в жопу этих Кинглеров. Знаете, кого бы я хотел, чтобы они реально поменяли? Текстурку легендарной Троицы. Текстурку Молтреса. Текстурку Забдоса. И текстурку Артикуна. Потому что они такие же остаются, как и были в первом сезоне Пиксельмона у меня. И мне кажется, что они быстрее всего додумались поменять текстурку какому-то Пипинсеру и Арбоку, чем додумались поменять текстурку легендарным покемонам, которые, в принципе, если бы они имели офигенные текстурки, они бы вообще нереально выглядели. Вот, я был бы реально очень сильно рад, если бы им поменяли текстурку. Также, в принципе, есть еще много покемонов, я не знаю. Тот же Оникс был бы намного, тот же Мочоп, тот же... Ребят, ну вот сейчас вспоминать я не знаю. Ну, много покемонов есть, честное слово. Есть много покемонов, которые бы выглядели намного круче, если бы у них была измененная текстурка. Будем надеяться, все-таки, что разработчики Пиксельмона на этом не остановятся, и все-таки то, что они продолжат изменять текстурки. И будет дальше не только 5 покемонов, и дальше они опять забьют на текстурки, и начнут выпускать лучше новых покемонов, чем усовершенствовать старых. Да, будем все-таки надеяться, что они будут дальше, и дальше, и дальше менять и улучшать текстурки покемонов, которые уже добавлены в игре. Потому что, если даже просто логически подумать, мне кажется, было бы круче, если бы сначала поменять всем текстурки, текстурки всем покемонам, которые на данный момент находятся в игре, чтобы были полноценные покемоны, от первого до последнего, которые имеют идеальные текстурки, и только после этого уже добавлять новых покемонов, и добавлять мегаэволюции. Потому что я вроде где-то слышал, что разработчики у Пиксельмона уже там что-то задумываются по поводу мегаэволюции. Поэтому, ребята, видите, то, что они даже не добавляют всех покемонов, которые уже существуют в моде, и только потом делают мегаэволюции. И не то, что усовершенствуют текстурки, только после этого добавляют всех покемонов, и только после этого добавляют мегаэволюции. Как видите, они всё просто сразу пихают, а про старых покемонов они уже давным-давно забыли. Но всё же, ребят, мы будем надеяться, потому что это реально круто. Это, ребята, очень круто. Я рад, что хотя бы вот этим пяти покемонам поменяли текстурку. Ребята, если вы не знаете, где скачать новую версию Пиксимона, то специально для вас я уже оставил ссылочку в описании. Заходите, качайте, устанавливайте и играйте. Да, ребята, следующий вопрос, который я бы сразу же хотел просто обсудить в этой. В этой серии то, что сборочку я пока что переводить не буду. Если вам нужна сборочка на версии 4.0.8, вам просто-напросто нужно скачать новую версию Пиксимона и заменить в сборке из старой версии Пиксимона на новую версию. Это у вас займёт 3 минуты дела. А у меня это займёт день дела, потому что у меня компьютер, интернет точнее грузит не очень быстро. Поэтому если я буду перезаливать сборку, это у меня где-то день отнимет своего времени. Поэтому, ребята, к сожалению, я пока что не буду это делать. И последний вопрос, который я хотел бы обсудить. Нет, ребята, новых версий на моих серверах не будет. Я объясню почему. Потому что серверов для новых версий ядра на версию 1.8 самого Майнкрафта и для новых версий Пиксимона в данный момент не существует. Если одиночка это одиночка, то на сервер версия не пойдёт. Там будет куча лагов, сервера будут крашиться, вылетать и даже вообще не будут запускаться. Может в Америке они там уже имеют такие сервера, но это в Америке. Это создатели Пиксимона. Когда они создают мод, они создают мод и сразу же для своих серверов. А для русских они не будут специально мод создавать. Поэтому, ребята, как только это пробьётся куда-то в страны СНГ и будет сразу же доступно, или хотя бы будет какое-то ядро на Пиксимон, то сразу же, ребята, все сервера перейдут на новую версию. Но в данный момент, к сожалению, это невозможно. Поэтому, ребята, я прошу прощения, но я сразу же говорю, чтобы просто-напросто не задавали вопросы. Хочу попросить своих подписчиков, если кто-то в комментариях напишет, мол, Эдисон, когда будет переход на новую вот эту версию Пиксимона. Ребята, вам просьба, кто сейчас смотрит меня. Пишите тем людям то, что, ну, или, во-первых, досмотри видео до конца, мол, Эдисон там в конце объяснял. Или просто скажи, Эдисон в конце объяснял то, что серверов для новых версий нет. Когда будет, тогда сервера перейдут на новую версию. Сейчас их нет. Поэтому, ребята, я буду также очень рад, если просто-напросто подписчики помогут мне объяснить тем, кто вроде смотрит видео, но нихрена не слушает. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что если мне, например, пишу лайк, как я уже сказал в начале серии, то это реально будет очень круто. И каждый... Женеть, вы на меня накинулись. То, что каждый лайк реально меня делает очень счастливым. Ну, вы себе просто не представляете, как каждый даже лайк для меня важен. Я буду очень сильно рад, если вы поставите. Наберем тысячу лайков, я просто вижу то, что вам нравятся серии. Я буду выпускать новые серии, не только Пиксельмоны, вообще всех... Вообще, все серии, все видео, как можно чаще, как можно быстрее, потому что я буду видеть то, что вам это нравится. Не забываем оставлять свои комментарии, потому что я реально общаюсь с своими подписчиками. Кто не верит, может проверить, потому что я отвечаю на вопросы, если они нормальные, адекватные, я просто тоже имею желание общаться с своими подписчиками. Да, идите вы в пене уже бегать за мной. И последнее, ребята, что в принципе самое главное, не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, поэтому если ты, чувак, сейчас подпишешься, я прям буду тебе очень сильно благодарен. И просто я просто поприветствую тебя в нашей дружной большой семье подписчиков. Ребята, на этом мы заканчиваем. Скачивайте новую серию, новую версию Пиксельмона. Ссылочка в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.